Динамовцы Идет сейчас представление стартовых пятерок. К составам команд мы вернемся чуть позже. Ну а сейчас, после того, как все игроки стартовых пятерок появятся на льду, прозвучат гимны России и Башкортостана, после чего мы с вами и продолжим этот репортаж. Уважаемый Владимир Владимирович, сегодня отмечает гимнерий начальник команды «Мастеров», заслуживает выигры в России Владимир Петрович Чайков. «Мастеров, Мастерин гимнерий, по-русски» Капитан столичной команды Трощинский тоже подъехал к Чарикову и тоже поздравил его с днем рождения. Ну что же, приятное для хозяев начало. Я смотрю на трибуны, зрителей сегодня в принципе не так уж много, но все-таки примерно на две трети где-то заполнен Уфимский дворец спорта. Ну а сейчас звучат гимны. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Главный арбитр Валерий Бокарев, его помощники Руслан Кабдрахманов и Дмитрий Нестеров. Несколько слов о взаимоотношениях этих команд в чемпионатах страны. За последние четыре сезона, включая и нынешние, соперники провели между собой 11 матчей, в которых хозяева льда побеждали дважды, причем оба раза в Уфе. Динамовцы выиграли 8 раз, одна победа была добыта в овертайме и одна встреча, проходившая на Уфимском льду, не выявила победителя. Было это 30 января 2002 года, когда Юлаевцы вели 3-1, но Динамо усилиями звена Разина сумела уйти от поражения. В прошлом сезоне два матча в Уфе провели эти команды. В первом из них выиграли уфимцы со счетом 3-0, а во втором вверх взяли динамовцы с результатом 3-1. Итак, все готово к началу матча. В воротах Динамо сегодня номер 31 Виталий Еремеев. В ворота Салават Юлаева защищает Сергей Николаев. Первый номер. Стартовые составы команд на площадке. У хозяев вышли на лед пара защитников Цулыгин-Азулин и тройка нападения Волков, Заварухин и Нурдинов. Что касается динамовцев, то у них сейчас находятся на льду пара защитников Трощинский и Марков. И тройка нападения Алексея Чупина вместе с Овечкиным и Максимом Афиногеновым. Сегодня будет выходить на лед центральной нападающей первого звена столичной команды. Максим Афиногенов прошлую встречу пропускал из-за дисквалификации. Вот сейчас у нас последовало первое удаление. Зудав соперника Клюшкой, был удален капитан динамовцев Олицей Трощинский. Нет, прошу прощения, Трощинский на площадке. Вот сейчас Николай Заварухин входит в зону, но там кто-то из партнеров поспешил с обходом в зону, поэтому было зафиксировано положение вне игры и вбрасывание в средней зоне. 28 секунд отыграли команды. В эти минуты три встречи 21-го тура проходят. В Москве Спартак встречается с Овцкесевским химиком. Там ничья 2-2, идет третий период. Что касается игры в Новокузнецке. Прошу прощения, вот сейчас Максим Афиногенов выкатывается один на один с Николаевым. И Галки Берутинцев выходит победителем из этой дуэли. Но надо сказать, что и в предыдущей игре против Тольяттинской Лады он сумел отразить буллит. Смотрим повтор этого момента. Поймали сейчас динамовцы на контратаки хозяев льда. И Максим Афиногенов мог сейчас открыть счет в этом матче. Но не получилось. Обрасывание в зоне хозяев льда. Звено Дениса Христова. У них на площадке Акимов, Христов, Сидякин. Пара защитников трибунцов и Яханов. Что касается динамовцев, то у них четверка в следующем составе. Девятнадцатый Павел Роса, который сейчас обозначает прессинг в зоне хозяев. Двадцать восьмой Александр Ждан. Шестой Илья Никулин. И тринадцатый Павел Датсук. Не смог сейчас Еремеев зафиксировать шайбу. Пятьдесят секунд остается до выхода удаленного игрока. Начинают от этой своей зоны льфимцы. Так вот, пять-два. Новокузнецкий Металлор выигрывает в матче у Северстали. И Новосибирская Сибирь после первого периода ведет в игре против питерских армейцев со счетом один-ноль. Есть еще время у хозяев для того, чтобы войти в зону, закрепиться там и постараться разыграть лишнего игрока. Ну вот сейчас Сергей Вышедкевич выбросил шайбу из своей зоны. Рылов Вышедкевич, пара защитников Динамо на площадке. И тридцать пятый Денис Карцев. Двадцать седьмой Алексей Кудашов. Звено Андрея Таратухина у Елаевцев на площадке. Ив Шарипов, Таратухин Сальников, пара защитников Канарейкин, Силуянов. Сейчас Канарейкин бросал здание дистанции. Шайба пролетела выше ворот. Выходит шайба в среднюю зону Силуянов. Все в полном составе. Динамо в ЦМ закончилось штрафное время у Алексея Чупина. Терещенко. Переял игру из своей зоны. Очередная смена. Две с половиной минуты сыгранных в первом периоде. Счет пока не открыт. 0-0 не сумели хозяева льда воспользоваться сложившейся ситуацией. Не смогли разыграть лишнего. И четвертое звено. Четвертая пятерка хозяев. В составе Архматуллин-Гореев-Булянский. Второй к нападению. И защитники Зюзин-Гришин. У Динамо в ЦМ 15 счет. Чедилов 26-й Булин. Булин оказывается первым у этой шайбы. И тройка нападения Алексея Терещенко. Вишняков, Терещенко и Бабенко. Надо сказать, что тренеры Динамо сегодня дали отдохнуть звену Шахройчука. Мирнов, Шахройчук, Харитонов. Сегодня эти игроки не заявлены на этот матч. Ну и дан шанс проявить себя Вишнякову, Терещенко и Бабенко. Спокойно достаточно динамовцы разыгрывают шайбу в своей зоне. Не торопится Терещенко. Ждет пока сменится партнеры. Впрочем, и уфинцы тоже воспользовались этой небольшой паузой в игре, для того, чтобы поменять состав. Я уже представлял ведущее звено Салавата Ивлаева, Волков-Заварухин-Нурдинов. Но давайте посмотрим, чем закончится эта атака. Не получился бросок у Алексея Чукина. Так вот, Руслан Нурдинов, который пропускал две предыдущие встречи, сегодня появился на площадке вместо Сидиакина, который переведен Рафаэлом Ашматовым во второе звено. Надо сказать, что на послематчевой пресс-конференции, после встречи с Ладой, Ашматов покритиковал Нурдинова, ряд других игроков, и пошли слухи о том, что вполне возможно, что Нурдинов покинет в период до заявок команду Салават Ивлаев. Но вот сегодня тренерский штаб уфинской команды снова поставил на игру Нурдинова. Вообще, надо сказать, что 24-й номер Юлайцев достаточно неплохо смотрится именно в первом звене своей команды. Выиграли хозяевам Браслина, достаточно опасным получился бросок отверстия Трибунцова. Был закрыт Еремеев своими игроками. И если бы Шай дошла в створ ворот, то вполне возможно, не успел бы среагировать на этот дальний выстрел. Ну а сейчас у нас еще одно удаление, я так понимаю. Да, покидает площадку Андрей Сидякин, седьмой номер. И теперь уже хозяева остаются в меньшинстве. У них обороняются Гвоздов, Акимов, Еханов, Трибунцов. Вот Павел Роса с Шайбой нет, не дали ему ворваться на пятачок. Звено Павла Дацука выпустил на площадку Владимир Крикунов, наставник московского «Динамо». Вошел Дацук в Шайбе в зону соперника Павел Роса. Не смог грамотно распорядиться Шайбой в этой ситуации. И стала она достаточно легкой добычей у финцев. А быстренько поменял Архей Лошматов четверку своих игроков. Прострельная передача вичием пас на Павел Дацук замыкал этот прострельный пас. Ну а хозяева, несмотря на то, что играют в меньшинстве, сейчас проводят атаку. Активностью в этом игровом эпизоде выделился Аскат Рахматуллин, 16-й номер. Вместе с Аликом Гореевым, а также с Зюзиным и Гришином сейчас обороняются. Рахматуллин снова активен, 16-й номер уфимской команды. Пока никак не могут москвичи закрепиться в зоне Салавата Илаева. Алик Гореев потерял шлем, быстренько направился к скамеечке запасных своей команды. И всего лишь 30 секунд остается в распоряжении Динамо для того, чтобы постараться реализовать численное преимущество. Вдоль борта бросил динамовский игрок Шайба в зону соперника. Тут же завязывается борьба. И Сергей Николаев выручает свою команду после броска молодого защитника динамовцев Якова Рылова. Рашидкевич и гол! Только-только появился на площадке Андрей Сидякин, как динамовцы сумели поразить ворота Сергея Николаева. Случилось это на седьмой минуте первого периода. Хорошим получился и очень сильным выстрел у Сергея Мушенкевича. Смотрим мы повтор этого момента. Не успел Сергей Николаев среагировать на этот выстрел. Итак, в матче Слават Илаев-Динамо. Счет 1-0. Впереди гости. Кудашов и Савченко ассистировали Вышедкевичу в этом эпизоде. Но можно поздравить московского защитника с первой заброшенной шайбой в нынешнем сезоне. До этого у него были более две результативные передачи. А вообще самым результативным защитником «Динамо» на этот момент является Андрей Марков, который действует на льду вместе с Алексеем Трощинским. Трощинским у Маркова 7 очков. По системе «Гол-плюс-пас», 3 оброшенной шайбы и 4 результативные передачи. Еще одно удаление в составе «Хозяев». В очень сложной ситуации оказывается Слават Илаев. Руслан Нурдинов был наказан Бокаревым за грубость и снова в большинстве «Динамо». Бульин, Щедилов. Это пара защитников «Динамовцев». Вот Щедилов неплохо передавал шайбу по направлению нападающему. Перехватили шайбу у Финкса и даже попытались провести усилиями Игоря Волкова контратаку. 29 номер от Алексея Терещенко. Его сейчас звено на площадке у «Динамо». Заварухин пас на «Волков». Но Волков не сможет остановить шайбу на красной линии. Меняют хоккеистов наставники обеих команд. Еханов, Трибунцов, Христов и Акимов обороняются у «Хозяев». Новосибирская Сибирь забросила вторую шайбу у ворота питерских армейцев. 2-0 уже. С таким счетом подопечный Сергей Николаев выигрывает на своей площадке. Вот Александр Овечкин. 32 номер на ваших экранах. 4 заброшенные шайбы и 4 результативные передачи у первого номера драфта этого года. Еще раз нам показали момент, когда шайба пересекла линию ворота химской команды. Да, 1-0 впереди «Динамовцы». И напомню, что в матче первого круга между этими командами был зафиксирован счет 7-2. «Динамовцы» одержали победу. Ну вот, давая комментарии к этому счету. Впрочем, давайте посмотрим, удаст ли Христову убежать от игрока «Динамо». Нет, не удалось. Так вот, Владимир Крикунов похвалил соперника после того матча. Сказал, что очень здорово Салават Юлаев действовал в той игре. И лишь невезение какое-то в атаке и надежная игра голкипера не позволила уфимской команде закончить эту встречу с хорошим для себя результатом. Естественно, уфимцы горят желанием сегодня реабилитироваться перед своими болельщиками за то поражение, которое для уфимской команды является самым крупным в этом сезоне. Ну и надо сказать, что на хорошем эмоциональном подъеме действуют хозяева после победы над «Ладой» в предыдущем туре. Однако, вот, что касается счета на табло, то сейчас он пока не в пользу уфимской команды. В полном составе Салават Юлаев, Гришин, пас на Зюзина. Зюзин единственный МХЛ-овец в составе хозяев площадки, который на время локаута решил поиграть в Россию. Вернулся он в свой родной клуб. Защитник Миннесоты Андрей Зюзин. Небольшое повреждение там получил Аскат Рахмадулин, но, видимо, все нормально и сможет он продолжить встречу. Я уже говорил о том, что у «Динамовцев» отдыхает сегодня звено Шахручука. Не играет по-прежнему Артем Чубаров, который получил травму. Никак Бокеров не отреагировал на падение в зоне соперника Азата Шарипова. Продолжается у нас встреча. Ходили слухи, что Щедилов выбыл примерно на две недели у «Динамовцев», но, тем не менее, смог он восстановиться после повреждений. Сегодня появился на льду. А вот Скопинцев и Кузнецов сегодня также получили день отдыха. Кудашов впас на защитника, и Николаев вынужден вступить в игру. Канарейкин перевозит шагу направо. Здесь молодой Сергей Сальников, чемпион мира среди юниоров этого года. Сейчас стоит сборная России. Уронили его на лед. Бокеров находился буквально в метре от того события и никак не отреагировал на падение молодого нападающего ульхинской команды. Отбились «Динамовцы». Решили выбросить шаги из своей зоны. Но не будет прогрессов. Продолжается встреча. Нординов. Завязывается тоже борьба по борту. Ну, «Динамовцы» обороняются, в принципе, в своем стиле. Стараются оттеснить соперника в углу площадки. Откуда выбираться достаточно тяжело. Щедилов. И проброс. И с ним поможет. Дмитрий Нестеров. Брасывание в зоне московского «Динамо». 11 минут и 12 секунд сыграно в первом периоде. По-прежнему 1-0. Софей Ушенкевич на седьмой минуте встречи забросил единственную пока шайбу в этом поединке. В предыдущем туре «Динамовцы» в отсутствии двух ведущих игроков Чубарова и Афиногенова сыграли в ничью 0-0 в Москве с «Локомотивом». В «Динамовце» Чубарова травма коленостопа, из-за которой форвард пропускает и сегодняшнюю встречу. Афиногенов же обругал судью в матче со «Спартаком», за что был удален до конца матча и получил одноматчевую дисквалификацию. Кстати, вот уже два, две игры подряд «Динамовцы» сохраняют свои ворота в неприкосновенности. До этого, напомню, была еще и победа над, сухая победа над московским «Спартаком». Ну а Савалат Вилаев, повторюсь, добился в предыдущем туре трудовой победы над одним из фаворитов первенства «Тольятинской» «Ладой» 1-0. Ни в чем практически не уступив сопернику и, по мнению болельщиков, финцы провели один из лучших, если не самый лучший матч в сезоне, сыграв предельно самоотверженно и в каких-то эпизодах даже вдохновенно. На бросовании в зоне хозяев выиграли «Динамовцы». И вот такой неожиданный бросок с ученевского угла наносил Павел Дацук, но Сергей Николаев вышел победителем в этой дуэли. У Сергея Николаева в этом сезоне уже три матча на ноль и по этому показателю находится «Страшворот» Савалат Вилаева на шестом месте. По три суких матча также у другого вратаря «Динамо» Александра Еременко, который сегодня находится в запасе Андрея Малкова из Магнитогорского «Металлурга». Четыре у Виталия Еремеева, пять у Фреда Братуэйта. Опасный момент вступает в игру Еремеев. И семь у Душина Салтельский. Продолжается атака, не пускай сейчас сдан Олег Гореева на пятачок. Но у Финцы продолжают пускать счастье у чужих ворот. Не прижата шайба, поэтому Бокарик не останавливает встречу. Неплохую атаку провели у Финцы. Звено Олега Гореева сейчас было на льду у хозяев. Ну и не торопится защитник «Динамо». Вячеслав Силуянов первым успел к шайбе. Однако она остается в зоне хозяев площадки. Рвался к воротам нападающий «Белоглубых». И, по мнению Валерия Бокарева, с недозволенным приемом сейчас остановили проход Савченкова. Третье удаление в составе Салавата Юлаева в этом матче. Десятый номер Сергей Сальников покинул площадку за удар соперника Клюшкой. Но здесь, на мой взгляд, не было именно умышленного нарушения правил. Просто хотел попридержать соперника Сальников. Однако получилось все не так, как он хотел. И снова «Динамовцы» в большинстве. Из круга вбрасывания атаковал владением Николаева Денис Карцев, 35 номер. Его тройка сейчас на площадке у «Динамовцев». У хозяев обороняются Сулыгин, Азолин, Волков и Заварухин. Отвоевал еще и Беленис Карцев. Расположились гости в зоне. Рылов хорошо здесь сыграл. И не будет сейчас торопиться особо Вашибкевич, поскольку проходит смена. Минуту и 10 секунд. Играть еще финцам в меньшинстве. Вновь шайба в зоне хозяев. Альберт Вишняков. Терещенко до защитника шайбы не находит. И Сергей Акимов выбросил ее из зоны своей команды. 14,5 минут отыграли соперники. В первом периоде по-прежнему 1-0. Неплохо сегодня «Динамовцы» двигаются. Хорошая командная скорость, но к ним состараются с помощью силовой борьбы, грамотного построения в средней зоне, в своей зоне, как-то нейтрализовать вот эти вот скоростные характеристики игроков «Динамо». Последние секунды штрафного времени Сальникова и снова Николаев. Сступает в одру, накрывает все головушкой. За три секунды до появления на площадке пятого полевого игрока в составе Салавата Илаева. Брасывание в их зоне. Тройка Алексея Чупина на площадке. В полном составе и в последнее время. Очень опасно, вы знаете, получился бросок в исполнении Андрея Марка. Очень хитро. Вроде бы не сильно, но тем не менее закрыт был игроками Сергей Николаев. И с большим трудом удалось ему среагировать на кистевой бросок Маркова. Гришин, кто-то отвечает в своей зоне. Пас на Альхнатолина. И вот сейчас удаление последует в составе «Динамо». По-моему, Алексей Чупин наружил правила. Как мне показалось, против Валика Гореева. А нет, вы знаете, это 25-й номер как раз Андрей Марков. Который в раннем своем возрасте играл на позиции нападающего. А вот сейчас является игроком обороны. Итак, в большинстве уже уфимцы. Ведущее звено хозяев на льду. Волков, Заварукин, Нурдинов. Вместе с ними пара защитников. Азолин, Цулыгин. У гостей обороняются Ждан Никулин. 19-й Павел Росса. И Павел Дацук. Прессингует там Павел Росса. Цулыгин делает передачу на партнера. Неплохо раскатились уфимцы. На скорости вошел в зону соперника Руслан Нурдинов. И Яков Рылов очень надежно сыграл в том эпизоде, не пустив форварда к воротам своей команды. До конца первого периода остается чуть больше трех минут. И еще целую минуту уфимцы будут владеть численным перевесом. Напомню, что у гостей удален Андрей Марков. Рыстов. Хороший передачный выдачок. Одно касание переправлял в шайбу Андрей Сидякин. Но не точно получился бросок. Яханов. Наброс на ворота. Снова Яханов с шайбой. Рыстов. И попадает шайба в Якова Рылова. Который самотверженно бросался под щелчок нападающего уфимской команды. Требунцов. И гол. Дальний бросок Требунцова. И, как мне показалось, от крышки Дениса Требунцова шайба бьетнула всех поворотов. Виталия Еремеева. Всего лишь за 10 секунд до выхода на площадку Андрея Маркова. Уфимцы сравнивают счет в этом матче. Случилось это на 18-й минуте первого периода. Смотрим повтор результативной атаки хозяев. Вот шайба, оказывается, у Требунцова тут бросает. И все-таки, по-моему, Хлыстов подправил шайбу в створворот. И все-таки, по-моему, Хлыстов, шайба набросит Денис Требунцов. Все верно, Денис Требунцов, автор заброшенной шайбы. В полном составе, разумеется, Московская Динамо. 1-1. Интересный хоккей мы с вами сегодня наблюдаем. Ну и, в принципе, достаточно равная игра. Силуянов вбросший Аберзону. Неточная передача в исполнении Щедилова. И в результате проброс за 2 минуты и 35 секунд до первого перерыва. Вбрасывание в зоне Московского Динамо. Рахматурин, Гореев, Булянский, Зюзин и Гришин в таком сочетании вышли на левую финцию. Булянский. И сразу два игрока-динамовцев вынуждены накрывать молодого форварда финской команды. И вот сейчас Афиногенов пытался в одиночку обострить ситуацию. Но и в результате положение вне игры было зафиксировано. Вбрасывание в средней зоне. Овечкин, Чупин, Афиногенов, Трощинский и Марков. В таком сочетании играют в эти минуты динамовцы. Ударное звено москвичей. Четыре шайбы на счету Овечкина. Пять забросил Алексей Чупин. И шесть раз уже отмечался в этом сезоне Максим Афиногенов. Еще одна пауза. Минута и четыре секунды до конца первого периода. Ничья 1-1 на шайбу Вышивкевича. Хозяева ответили голом Дениса Хвостова, который подправил шайбу после дальнего образка игрока выборной Латвии от Ворсо-Трибунцова. Игорь Волков. Лучший бомбардировщикой команды. 12 очков на его счету. Пять голов и семь результативных передач. Очень неплохо выглядит вот эта связка Заварухин-Волков. Ну, у Николая Заварухина 11 очков. Четыре шайбы Е7 передач. Не торопятся динамовцы. Спокойненько они стараются разыгрывать шайбу. Видимо, хотят доиграть первый период. Почувствовав, что сравняв счет, Юлаевцы на пураже попытаются сейчас выйти. Плот и в штангу попадает Заварухин. Сулыгин дальний бросок. И очень неприятный эпизод. В шлем Ждана попадает шайба. Вот всем известно, каков-то силы бросок у Николая Сулыгина. И сейчас, конечно же, Ждану не позавидуешь. А вот повтор эпизода перекладины было хорошо видно на повторе. Попал Заварухин. Шайбу-шайбу вскандируют зрители. Очень мало времени остается до конца первого периода. Всего лишь 8 секунд. Сидякин. И все. Ну что же, закончился первый период в матче. Салават Юлаев-Динамо. Ничья 1-1. Команды уходят на перерыв. Салават Юлаев принимает сегодня Московская Динамо. После 20 минут игры счет ничейный 1-1. Ну, отмечу по игре в первом периоде, что шайба, в общем-то, держится у динамовцев чуть лучше. Чувствуется, что повыше техника у москвичей. Индивидуальное мастерство. Но в какие-то безвыходные тупиковые ситуации гости, хозяев, в общем-то, не загоняют. Спокойно и достаточно кладнокровно играют у финцев в обороне. И складывается такое впечатление, что им заранее известно о том, что через секунду-другую предпримут динамовцы в атаке. Но лишь один раз защита Салавата Юлаева дала явный сбой. Когда Феногенов убежал 1-1 с Николаевым. Но в той дуэли вратарь оказался сильнее. Напомню, что на седьмой минуте этого матча счет открыл защитник гостей Сергей Вышедкевич. Это его первая шайба в нынешнем сезоне. Принес успех «Динамо» его бросок с дальней дистанции. Не смог Сергей Николаев среагировать на этот бросок. Ну и уфимцы ответили сопернику удачным розыгрышем большинства на 18-й минуте, когда Хрустов переправил шайбу в створ ворот. Виталий Еремеев после дальнего броска Атварса Трибунцова. Стартовые пятерки на площадке. Волков, Заварухин, Нурдинов, Азолин, Сулыгин, Салава, Триблаева. Трощинский, Марков, Овечкин, Чупин и Ахинальенов. У «Динамо» слишком высоко улетела шайба после броска Руслана Нурдинова. Продолжается атака у фимцев и за ворот пытался застать врасплох Еремеева Игорь Волков. Ерусандр Овенчиков стремился к шайбе. Не смог перейти тридцей Николая Заварухина. Волков. В одно касание Николая Чулыгина. Доставил шагу на крюк клюшки Николая Заварухина. И тут же следует ответ «Динамовцев». Роса! Такой прекрасный кистевой бросок получился у девятнадцатого номера столичных «Динамовцев». И гости вновь выходят вперед. Всего лишь минуту и четыре секунды отыграли команды во втором периоде. Не смог Сергей Николаев справиться с этим броском нападающего в московской команде. Смотрим повтор момента. Момент Бортечко оставил шайбу под бросок своему партнеру. И Павел Роса забрасывает свою восьмую шайбу за московское «Динамо». Тройка Павла Дуцука вышла на лёд «Динамовцев». Против хоккеистов действует сейчас звено Дениса Клыстова. Тригунцов. Яханов. Клыстов. Не сумели шайбой войти в зону соперника у «Динамовцев». И динамовцы не торопясь начинают атаку. Не прошел первый фас на Павла Дуцука. Сейчас и гол. Посмотрите, как развиваются события во втором периоде. Азап Шарипов принимает поздравление своих партнеров. Даже минуты еще не прошло с момента взятия ворот Сергея Николаева. Как хозяева ответили точным броском Азата Шарипова. 2-2. Снова равенство на табло. Давайте посмотрим подход этой атаки. Андрей Таратухин. Прошу прощения, Андрей Таратухин отличился у «Хозяев», а Азат Шарипов ассистировал 22-му номеру. Таратухин, напомню, в предыдущем туре забросил единственную шагу своей команды в матче против «Лады». Удаление будет у «Динамовцев». Ну и вот сейчас отличился Гришин на добивании. Азат Рахмакуллин не идет шайба. Ворота «Динамо» и останавливает встречу Валерий Бокарев, главный арбитр. Ничья 2-2 и ничья по удалениям в этом поединке. Третье удаление «Динамовцев». 27-й номер Алексей Кудашов будет отдыхать 2 минуты против Гулянского. Кудашов нарушал правила и за задержку соперника Клюшкой Абокарев отправил нападающего четвертого звена отдыхать на 2 минуты. Посмотрите, как уфимцы сейчас действуют. Буквально навалились они на ворота соперника. Сулыгин Азорин и звено Заварухина пытаются разрывать большинство. Не дают 11-му номеру сыграть на добивание «Динамовские» защитники. Сулыгин. Нординов. Азорин. Пасно Сулыгина. Не стал бросать защитник. Игорь Волков хорошо здесь ушел от столкновения. С игроком «Динамо» Нординов. Снова через защитника играет 24-й номер. И ошибается Владислав Азорин. Выпускает шагу в среднюю зону. 50 секунд еще обороняется «Динамо» в меньшинстве. Неплохо сейчас уфимцы действовали при розыгрыше лишнего. Ну и сейчас тройка Дениса Хрустова постарается поддержать этот атакующий почин. Трибунцов Еханов. Акимов, Хрустов и Сидякин вышли у хозяев налет. Обороняются у гостей Павел Росса, Павел Датсу. Нет, прошу прощения, 18-й номер. Алексей Чупин, Павел Роса, 25-й номер – это Андрей Марков и капитан «Динамо» Церковь. Алексей Трощинский. Трощинский пытается остановить Сергея Акимова. Включился в борьбу и Денис Хрустов. И еще одно удаление у «Динамо» сейчас последует. Не успел, правда, голкипер Уфимцев замениться. Шестой полевой игрок так и не вышел на площадку в центре хозяев. Ну и остаются «Динамовцы» втроем. За задержку соперника отправится отдыхать капитан «Динамо» Алексей Прощинский. 20 секунд. Хозяева будут играть с пятером против трех соперников. Заворокин выигрывает сбрасывание. Волков на защитника Цулыгин. И бросок в дальней дистанции Еремеев выручает свою команду. Зюзин. Два защитника, обладающих очень мощным броском сейчас на площадке у хозяев. Зюзин и Цулыгин. Волков. И не смог замкнуть эту передачу Руслан Нурдинов. Вчетвером уже «Динамовцы». Сейчас им полегче. Но чувствуется, что ухимцы поймали кураж. Заворокин практически беспрепятственно проследовал на пятачок ворот. Все-таки сумели подобрать у него шаги защитники Белоглубых. Никулин ведет борьбу против Нурдинова. Нурдинов пас на защитника. И разочарованно предпитают трибуны совместными усилиями. Сейчас защитник и вратарь «Динамо» ликвидировали угрозу своим воротам. Ну, кстати, в похожей ситуации, вы знаете, в игре с Ладой был назначен булит в ворота Салавата Илаева, который не реализовал Виктор Козлов. Тогда игрок в площади ворот, это был Денис Лыстов, прижимал шайбу ко льду, за что и был наказан штрафным броском. 58 секунд отдыхать еще Трощинскому на скамеечке оштрафованных Тривонцов и Яханов. Ну и звено Андрея Таратухина на площадке у хозяев. Выносит шайбу с пятачка 35 номер Денис Карцев. Вместе с Карцевым Александр Савченков обороняется, а также Сергей Вышехтевич и 36 номер Яков Рылов. Шарифов, Яханов под бросок к Тривонцову вступает в игру Виталий Еремеев и покидает шайба предела площадки. Ну и там завязывается, по-моему, потасовка. Не поделили что-то друг с другом игроки. И Яханов и Булиин. Ну, хоккеисты, которые могут постоять и за себя, и за своих партнеров. И чтобы остудить пыл игроков, Валерий Бокарев, главный арбитр встречи с Казани, отправляет обои в бокс для штрафников. Первое обоюдное удаление в этом поединке. Заканчивается штрафное время Трощинского, но сейчас еще одно удаление последует в составе Динамовцев. Появился на льду восьмой номер Белоголубых и против Мячеслава. Против Артема Булянского, то есть, вначале, были нарушены правила. Недолго Динамовцы играли в полном составе. Двадцать шестой номер Манислава Булиин присоединился к своему партнеру на скамеечке Шкорфников. Максим Афиногенов пытается там, пытался отобрать шайбу Андрея Зюдина, Дюдина Гришина, возвращает Гришин Шайбу к партнеру и следует мощный выстрел ждания дистанции. Остается шайба в зоне Нординов. Упал игрок Динамо, но не было здесь нарушений правил. Снова Нординов, пас на Гришина. Гришин, в принципе, тоже может сильно бросить. Но вот сейчас потеряли, почему-то, шайбу. Не пошел в обыгрыш Максим Афиногенов. Против него действовал Андрей Зюзин. Оба игрока, которые имеют достаточно солидный опыт выступлений в национальной хоккейной лиге. Ошибался динамовцам. Рвался к воротам Еремеев Руслан Нординов. Ну и вышел все-таки шайбу в среднюю зону. 50 секунд. Динамовцам играть в меньшинстве. Илья Никулин вдоль борта пошла в шайбу. И Павел Даксук. Выходит победителем в этой дуэли с нападающим Динамо Сергей Николаев. Страш ворота фунтской команды. За ворота выбрасывает шайбу в зону соперника. Здесь ее подхватил 23-й номер команды гостей Любомир Бартечко. 20 секунд до выхода удаленного динамовца Цулыгин. Вошел в зону и сразу же бросил. Зафиксировал шайбу в ловушке Виталий Еремеев. И вбрасывание в зоне московского Динамо. Яков Рылов и Андрей Еханов отбыли двухминутный штраф. В эти минуты Сибирь заканчивает встречу против Питерского СКА. Там счет 3-0. Новогринецкий Металлург со счетом 5-2 выиграл у Череповецкой Северстары. И московский Спартак уступил на родной площадке из Питерского Кимико со счетом 2-3. В полном составе динамовцы вышел на лед Владислав Бульин. Можно играть, не будет проброса Еханов. Девятая минута второго периода заканчивается. Ничья 2-2. Из средней зоны практически бросал по воротам Еремеева Крестов. И неплохая контратака могла получиться у динамовцев, если бы не остановил встречу Валерий Бокарев. Снова обоюдное удаление. 21-й, по-моему, номер динамовцев. Китает площадку Александр Савченков и Денис Кустов у Салавата Еглаева. Второе уже обоюдное удаление, но все это лишний раз подчеркивает всю остроту борьбы в этом поединке. Бульин. Бабенко сейчас едва не переправил шагу в скороворот. Потерял он контроль на шагу в борьбе с Вячеславом Силуяновым. Ошибается Бульин. Шарипов. Ну и подстраховал сейчас партнеров Алексея Терещенко. Ведет он борьбу с Коновейкиным. Терещенко. Пас на пузачок и не смог Бабенко бросить в этой ситуации. Не пускают в зону Таратухина. Не торопятся динамовцы. Воспользовались паузой игроки обеих команд. Сменили главные тренеры своих игроков, находившихся на площадке. За средней зоной динамовцы начинают атаку на ворота Николаева. Марков. Пас на Трощитково. Стюпин. Неплохая передача на Овечкина. Овечкин бросает, попадает шайба Сергея Николаева. Ответ хозяев. Зюбин теряет шайбу в борьбе с Овечкиным. Снова 32 номер шайбы. Оставляет ее Чубину. И не получается у того бросок. И вот какой пас под силу Илья Николаева не смог остановить шайбу не сквозь ствол. Вроде бы отдохнувший, со свежими силами. Вышел на площадку. Закончился у него двухминутный штраф. Так же, как и у Александра Савченкова. Ровно 11 минут позади. В втором периоде ничья. В матче Салавата Илаева и Московского Динамо. 2-2. Хлыстов и Таратухин отличились в составе хозяев. Лишаткевич и Роса забросили эти две шайбы у Динамовцев. Афиногенов искал момент для того, чтобы сделать передачу. Все это заканчивается контратакой. Салавата Илаева. Нординов делал передачу на игры Волкова. Но не смог Волков дотянуться до шайбы. Заварухин ведет борьбу с игроком Динамо. И вот от того опекает 28 номер. Александр Ждан. Игрок, который работал с Крикуновым еще в Казанском Акбарсе. Павел Дацук. Все-таки сумел протолкнуть шайбу на свободное пространство. И здесь новую атаку своей команды нашел Никулин. Бартычко, пас мандачок и мешает до цепи Николай Чилипин. Хрустов. Смещается за ворота. Вброс шайбу в зону. Здесь будет борьба. Может у Динамовцев что-то получиться впереди. Здесь 27 номер Алексей Кудасов. Хардош. Захлебнулась эта атака. И следует ответ хозяев. Сидякин. Остановил шайбу. В зоне ворот своей команды. 36 номер. Рыок. Сидиов. Попадает шайба в 35 номер. И здесь действует стоп. Сороценим правил. Действует против игрока Динамо. Прокидает площадку Италия Еремеев. Шестой полевый игрок вышел у Динамовцев. И в это время звучит свисток главного арбитра. Остаются хозяева в меньшинстве. 13 минуты и 4 секунды сыграно во втором периоде. Ничья 2-2. Денис Крустов. Второй его штраф. Малый штраф в этом поединке. Выпускает на лед Рафаила Шматов. Гришина, Зюзина, Рахматулина, Игореева. У гостей тройка. Алексея Чукина. Выборок синтального нападающего Динамовцев. Единоборство на точке выбрасывания. Трощинский. Афиногенов. И гол. Как и спрощивый стрелил Максим Афиногенов. И вновь динамовцы выходят вперед. Все лишь 12 секунд потребовалось бело-голубым для того, чтобы реализовать численное преимущество. В третий раз уже за сегодняшний вечер динамовцы выходят вперед. Но дважды ухимцам удавалось восстанавливать равновесие в счете. Статус-кво. Посмотрим, как будет на этот раз. Ну вот, объявляют, что Алексей Чубин отличился. Если так, то это шестая его шайба в нынешнем сезоне за московское Динамо. В полном составе, разумеется, играют хозяева площадки. Канарейкин. Канарейкин в паре с Силуяновым. Старший брат Вячеслава Силуянова, Александр играет в Тольяттинской лабе. Динамовцы на задаче Шарипове. И будет удален за задержку соперника Клюшкой. 26 номер это снова Бульин. Смотрим, повтор нарушения правил. Да, очевидный фолл и справедливые две минуты. Обороняются у динамовцев Павел Роса, Алексей Чупин, Андрей Марков и Алексей Трощинский. Ну а что касается финцев, то сейчас на площадке ведущая звена Силова Прилаева, звена Заварухина. Еще одно удаление последует у динамовцев. Да, очень много нарушений правил, особенно во втором периоде. Трощинский недоволен решением главного арбитра встречи. Вот что делать. Спорить бесполезно. Присоединяется Трощинский к Бульину. Минуту и 28 секунд. Ливаевцы будут владеть большим численным преимуществом. 5 на 3. Сулыгин, Азолин. И по-прежнему тройка Заварухина бросок. Браво, Виталий Еремеев. Вытащил очень сложную шайбу. Хороший акцентированный бросок. Дальний угол в исполнении игрока Салавата Илаева. Но справился с этим заданием Виталий Еремеев. Который за свою карьеру, кстати, 31 раз играл на ноль. Ну а что касается этого показателя у его визави сегодняшнего Сергея Николаева, то он находится на втором месте среди действующих российских вратарей. 40 раз Сергей Николаев играл на ноль в чемпионатах России. И по этому показателю он уступает лишь Егору Падамасскому, у которого 61 сухой матч. Не смог сейчас Зюжин распорядиться шайбой. Цулыгин. Через 40 секунд четвертый полевой игрок появится в составе «Динамо». Положение вне игры фиксирует помощник главного арбитра. Дмитрий Нестеров из Казани. Брасывание в средней зоне. 16-я минута второго периода. 3-2 впереди «Динамо». Я уже назвал результаты закончившихся матчей. И сегодня у «Динамовцев» появляется прекрасный шанс для того, чтобы единолично возглавить турнирную таблицу, поскольку «Северсталь» уступила 2-5 в Новокузнецке. До начала игр сегодняшнего тура у обеих команд, и у «Динамо» и у «Северсталя» было по 41 очку. Вошли хозяева в зону соперника. Трибунцов пришелся на бросок, и здесь активен на пятачке перед ворота на «Северсталя». Андрей Яханов мог сейчас завершить эту атаку, но не успел просто добраться до шайбы. Катерс Трибунцов и Андрей Яханов. 23 номер. Трибунцов играл в сборной. Латвии. Кстати, уже 4 результативные передачи на счету Трибунцова. Он является самым результативным среди защитников. Целоват Иваева по сестивый гол плюс пас. Остается шайба в зоне атаки у финцев. Появляется на площадке у Владислава Мулина. Сейчас не подсказали партнеры Трибунцову о том, что сзади уже накатывался игрок. Ну что, всего лишь 15 секунд остается в распоряжении подопечных Рафаила Ишматова, чтобы постараться разыграть лишнего. А да, больше полутора минут у финцы играли в пятером против трех соперников. Был прекрасный шанс забросить шайбу, сравнять счет в этом поединке. Но, к сожалению, для финских болельщиков этого не произошло. Ну и уже в полном составе динамовцы. Чувствуется, что все-таки чуть-чуть, может быть, подустали у финцы. Ну и, конечно же, что касается исполнительского мастерства, то динамовцы сегодня три очень красивые шайбы забросили. Но вот удаление зарабатывает игрок Салавата и Лайла. Теперь уже динамовцы будут играть в большинстве. Андрей Таратухин, забросивший вторую шайбу своей команды в этом матче, покидает площадку. Чувствовал мира среди юниоров и среди молодежи Андрей Таратухин, который прошлый сезон провел на правах аренды в Челябинском Мечеле. Закрепились динамовцы в зоне Никулин. На пути шайбы стал 16-й номер Елаевцев Асхат Рахматуллин. Закончился матч в Новосибирске. Сибирь выиграла со счетом 3-0 у питерского СКА. И после этой победы подопечные Сергея Николаева набирают 14 очков. Что касается армейцев, они остаются при своих 26-ти. И с учетом того, что Химик сегодня выиграл в Москве у Спартака, армейцы Санкт-Петербурга с 9-го места на этот момент примещаются на 10-е. Продолжают разыгрывать шайбу динамовцы. Ждан решился на бросок. И Павел Датсук атакует с дальней дистанции. Бартычка на Феногенова, Феногенов на Датсука. Маловато бросков в исполнении Динамо. Ну и все это приводит к тому, что гулаевцы перехватили шайбу. И сейчас Андрей Марко будет начинать новую атаку своей команды. Феногенов. Оставил шайбу в полбросок защитнику. Ждан бросает. Попадает шайбу в плюшку Алика Гореева. Феногенов. Мимо ворот на этот раз пролетает шайба. Напомню, что динамовцы сегодня все три шайбы забросили либо с дальней, либо со средней дистанции. Стараются при первой же возможности бросать по воротам Салавата Илаева, игроки Динамо. И вот сегодня это привело к успеху уже три раза. Через четыре секунды закончится штрафное время Таратухина. До конца второго периода остается минута и двадцать пять секунд. Андрей Иханов нам показывает. В свое время пытался он закрепиться в Национальной хоккейной лиге. Его в начале девяностых выбрал на драфте Бостон. Но он так и не сумел заявить о себе в Национальной хоккейной лиге Андрей Иханов. В полном составе хозяева. Акимов бросал прорыв Таратухина. Вот здесь Андрей Марков, опытный защитник Динамо, разгадал этот ход. Чупин доставил шагу в зону соперника. Последняя минута второго периода. Есть еще время. И проброс фиксируем помощь главного арбитра Валерия Бокарева. За тридцать девять секунд до второго перерыва. В зоне хозяев Вячеслав Азолин. Игрок, который ни разу не изменил своему родному клубу. Ни разу из Уфы не уезжал. Николаев, Николаев, Шайбов. Два-три. С таким счетом завершается у нас второй период. Ну и очень интересным, я думаю, будет противостоянный команд в заключительной двадцатиминутке. Конечно же, уфинцы не смирятся с поражением. Будут искать счастье у чужих ворот. Ну а что касается динамовцев, то я думаю, они постараются закрепить этот успех. Может быть, к концу второго периода эмоций не так много осталось в действиях хозяев на площадке. И думается, что Рафаэл Эсмадо в перерыве постарается вдохнуть уверенность в действиям его подопечных. Слеген. Все, звучит сирена. Закончился второй период. Три-два. С таким счетом команды уходят на перерыв. Динамо и мы с вами тоже немного отдохнем. Дорогие друзья, мы возвращаемся на уфимский лед. Вот третий период матча между командами Салават Илаев и Динамо начнется через несколько мгновений. Со счетом 3-2 после 40 минут игрового времени впереди московская Динамо. Напомню, как развивались события в этом матче. На седьмой минуте Вашисткевич открыл счет дальним броском. Затем Денис Хрустов использовал численное преимущество своей команды. Случилось это на 18-й минуте. Очень резво начали соперники второй период. В течение двух первых минут по разу они огорчили друг друга. Сначала отличился чешский нападающий Динамо Павел Россо. Затем Таратухин вновь восстановил равновесие в счете. Ну и на 34-й минуте поединка Алексей Чупин забросил третью шайбу своей команды в этом матче. 3-2. И Валерий Бокарев сейчас произвел вбрасывание в центральном круге. Начался третий период. Звено Николая Заворокина против тройки Алексея Чупина. Очень интересный, надо сказать, боевой хоккей мы с вами сегодня наблюдаем. Чаша Лесов с завидным постоянством склоняется на сторону гостей. Однако дважды Салават Гулаев сумел восстановить равновесие. Как это будет на этот раз при счете 3-2 в пользу Динамо? Посмотрим. Впереди еще практически целая 20-ти минутка. 20 минут игрового времени. Если быть точнее, то 19 с половиной. Отмечу, что не самый удачный для себя матч проводит сегодня голфитер Юлаев Сергей Николаев. Не всегда выручает он свою команду. Чему свидетельство 3 пропущенные шайбы со средней и дальней дистанции. Возможно, сказывается усталость. Все-таки практически без замен выходит он на лед. Удаление у хозяев площадки Николай Цулыгин будет отдыхать 2 минуты. Защищаются у Салавата Илаева Еханов, Трегунцов, Акимов и Хрустов. И ведущее звено Белоголубых на площадке, звено Алексея Чупина. Алексей Трощинский за воротами Виталия Еремеева. Устремился за шайбу Александра Овечкина против меня Андрей Жузин, но не успел форвард Динамо завладеть шайбой. Проброс и бросование переносится в дуну гостевой команды. Напомню, что три встречи сегодняшнего, 21-го тура уже завершились. Воспитерский химик выиграл у московского Спартака 3-2. Новокузнецкий металлург разобрался с Череповецкой Северсталью на родном льду 5-2. И Новосибирская Сибирь одержала свою третью победу в нынешнем сезоне. Переиграли сибиряки питерских армейцев со счетом 3-0. Ждан сбросил шайбу в зону. Сразу же завязывается борьба. Но вот кто вроде расположились в динамовце в зоне. Никулин выручает на этот раз Николаев свою команду. Остановил шайбу Никулин на синей линии. Продолжается атака гостей. Никак не могут. Вот только сейчас все-таки удалось перевести ябру на какое-то время в среднюю зону хозяевам. Буквально обокрал сейчас Павла Буцуха Денис Квестов. В этом случае шайбу в зону соперника. И заканчивается штраф Николая Цулыгина. Видимо так и не смогут динамовцы на этот раз реализовать большинство. Да, появляется защитник Салавата Виваева на площадке Николай Цулыгин. В свое время поиграл он в НХЛ за Анахаем Майтидакс. Провел несколько встреч, но надолго закрепиться с океаном так и не смог. Сергей Акимов пас на готачок, на кого здесь нету с партнеров. Еханов. Вот как зверо, все было задумано. Кинув в одно касание переводил Салавина Квестова и против 29 номера Салавата Виваева были нарушены правила. Впрочем, и Квестов, по мнению Валерия Бокова, не успел отмахнуться от своего обидчика. В общем, обоюдное удаление. Третий за сегодняшний матч. 36 номер динамовцев Яков Рылов покидает площадку и 29 номер нападающий Салавата Виваевна Квестов. В формате 4 на 4 играют команды. Рвался к воротам 24 номера. И вот не получается сейчас брошок из Силыгина. Мординов. Оказался на льду нападающий Салавата. С Силыгин. Силыгин. Не устоял на ногах. И вынуждены динамовцы отходить в оборону. Бросок из Силыгина мы с вами только что наблюдали. Контролировал шайбу Виталий Еремеев. Мординов с разворота пытался. Послать шайбу в цель не получилось. Ломается крышка у Николая Заварухина. Блистанько поехал на скамейку запасных. Вместо него появился на площадке Андрей Тарапухин. В общем и партнеры Заварухина тоже успели замениться. Через 45 секунд команда будет играть в полных составах. Чубин набрасывает шагу в зону. Он стремился к ней, но не пустил его. Вячеслав Силуянов молодой защитник эфимской команды. Росса. Павел Росса сегодня уже отличился в этой игре. Напомню, забросил он вторую шагу Динамо. Конорейкин. Конорейкин достаточно часто подключается к атакам своей команды. У нас сказали, что одну шагу он уже забросил в этом сезоне. А вот 18 номер не стал бросать. Алексей Чубин не знает, с чем это было связано. Опасно. Павел Росса делает дубль в этой встрече. Павел Силуевнов скидывает руки. И 4-2 становится счет в этом поединке. И сейчас, конечно же, очень сложно будет хозяевам льда. Все-таки уступая в две шайбы очень мощной, мастеровитой команде. Надо будет спасать встречу, но получится ли нет, посмотрим. Сам бросил и сам же на добивание здесь сыграл Павел Росса. Ну вот, вы знаете, объявляет вторую шайбу Алексея Трощинского. В принципе, он там тоже находился на пятачке. Может быть, именно он все-таки сумел протолкнуть шайбу. Русинцы тут же огрызнулись. Опасно. С него вовно руки бросал Андрей Сидякин. Снова так взвыло над воротами Виталия Еремеева. Ревенцов. Сейчас на Акимов. Акимов одно поссанивало и шайбу в среднюю зону Христов. Ну, набрал шайбу на ворот. А не стал фиксировать черный иск Виталий Еремеев. Защитник. Вывел на шайбу в среднюю зону. Бортечко. И 23-й номер. Салават Ивелаев от Трегунцов едва сейчас не ошибся. В средней зоне шайба Рылов. Не будет торопиться. Меняются хипиисты. Седьмая минута третьего периода. 4-2. Напомню, динамовцы впереди. Жестко действует Гришин против соперника. Точет два игрока, оказывается, на площадке. Устремился к шайбе Асхат Рахматуллин. На руках и не пустил по этому соперника. И вот успел все-таки сделать передачу Рахматуллин на Булянского. Молодой форвард Салават Ивелаева мог сейчас стать героем эпизода. Чуть-чуть выделяется до шайба. Продолжается эта атака. Самотверженно бросается под бросок Рылов. Гришин. Поднята вверх рука главного арбитра. Валерия Бокарева из Казани. Сигнализирует нам арбитр о том, что будет удаление в составе московского «Динамо». И отправляется отдыхать на две минуты Сергей Лушевкевич. Тридцать четвертый номер. Автор первой заброшенной шайбы в этом матче. За опасную, по высоко поднятой клюшкой, оказывается, тридцать четвертый номер «Динамо». Выигрывают уфинцы сбрасывания. Снова Азолин выпускает шайбу в среднюю зону. Были так и на втором периоде, когда достаточно опасно атаковали уфинцы. Но вот шайба тогда покинула зону атаки. Заворухин, Азолин, Волков, Заворухин, Нурдинов. Напомню, в таком сочетании сегодня выходит на лед первая ударная тройка уфинской команды. Но сегодня пока не удалось игрокам этого звена отличиться. Почти минуту уже «Динамо» все выставили в меньшинстве. Заворухин, Сувыгин. Возвращающий шайбу капитана команды. Волков. Через защитника стараются действовать уфинцы. И вывести кого-то из них на бросок, но пока не особо получается. Стараются игроки «Динамо» блокировать эти дальние броски защитников Салават и Лайвов. Как это делал сейчас. 20... Да, по-моему, седьмой номер команды «Динамо». Пауза у нас в игре и 30-секундный перерыв берет наставник уфинской команды Рафаил Ишматов. Через 40 секунд Вашехевич появится на льду. Дает указание своим подопечным наставнику финской дружины. Под руководством которого, напомнил Салават и Лайвов, в середине 90-х трижды подряд становился бронзовым призером чемпионатов страны. Ну и возвращение Ишматова в команду многие болельщики связывают именно с возрождением былых традиций. Надо сказать, что на пресс-конференции после матча с Ладой Ишматов очень долго общался с журналистами, ответил на многие вопросы. Ну и сделал, если можно так сказать, программное заявление касательно будущего команды, особенно в части формирования состава. В частности, он сказал, что отныне Салават и Лайвов будут привлекаться достаточно молодые игроки. Ну вот сейчас получил из Динамо Центравму, это восьмой номер Алексей Трощинский, вышел на лед в доктор команды. Ну и буквально только что объявили у нас по Дворцу спорта о том, что автором четвертой шайбы Динамо все-таки был Павел Роса. Как говорится, восторженствовала справедливость. Гуглим отметился четвертой нападающей Динамо. Мы смотрим повтор, когда шайба после мощнейшего броска защитника попадает в Алексей Трощинский. И тот с помощью партнера покидает на ледовую площадку. 32 секунды до выхода Вышипкевича. Акимов, Гореев и Хилстов. Вот так вот выглядят тройка нападения Акимовской команды. Едет за шагу уже в свою зону Акорстребенцов. И там возвращает шагу партнеру. Сибилов, Чупин, Аруса и Мартов обороняются Динамо. Все по-другому появляются. Идем на обороне тренировки. Никак не реагирует на целовой проеме Алексея Чупина. Отношение к Уфинцу Валерии Бокарев. Продолжается у нас игра. Требунцов. Да, был во втором периоде момент у хозяев, когда они больше полутора минут играли в пятером против троих динамовцев, но не смогли огорчить Виталия Еремеева. Кто знает, если бы тогда сумели разыграть большое численное преимущество, может быть, совсем по-другому складывались события в этой игре. Ахматуллин теряет шагу в борьбе с Павлом Датсуком, который в прошлом сезоне буквально на уши поставил практически всю Северную Америку. Один из лучших бомбардиров чемпионата национальной хоккейной лиги Павел Датсук. Ну, а его гол в матче регулярного чемпионата ворота Мартир Турпа из Далласа. Сразу же ревналисты отписали шедевром, ну и запись взятия ворот. Долго тогда крутили чуть ли не по всем телеканалам Северной Америки. Половину третьего периода отыграли соперники. 4-2 впереди Московская Динамо. Еще раз напомню о том, что в первом круге в матче этих команд, который проходил в Москве, Динамо содержали победу со счетом 7-2. С очень острого угла атаковал ворота Николаева Альберт Вишняков. И без особых проблем галки перухимцев отражает бросок Алексея Кадашова. Динамовцы не отходят в глухую оборону. Они стараются подавить активность своих хозяев. Трессингуя в зоне соперника. Не играют на удержание счета. Но, в принципе, большими силами вперед не идут. Что, в принципе, оправдано. Насчет их пользы. Теперь уже тупинцы пытались что-то организовать впереди. Единис-то и стол. Он оставит выделяться сегодня активностью. Девятый номер команды. Щедилов. Ворота Николаевна. Ворота Николаевна. Ворота Николаевна. Хорошо в одно касание оставил шар для партнера. Два четвертого номера идет Альберт Вишняков. Ворвался в зону. И тут же в борьбе потерял шар. Был улыбку. И по-моему, Денис Кусток. Да, не повезло сейчас хозяевам. Не повезло Кустоку. Не смог он переиграть в ближнем бою Виталия Еремеева. А, по-моему, чуть-чуть отпустил от себя шайбу нападающую Кимцев. Гориевна Кусткова и в положении у нее игры. Двенадцатая минута третьего периода посолит к концу. Да, мог сейчас Денис Кусток стать героем этого эпизода. Не смог поднять он шайбу с неудобной руки. И, в принципе, правильно все делал Виталий Еремеев в этой ситуации. Выборный шагалкипер, который имеет неплохой опыт выступлений в Национальной хоккейной лиге. Напомню, что... Ну, давай посмотрим, чем завершится эта атака. Завершился на потере шайбы. И Павел Роса пас на Чубина. Рахматуллин бросает в прорыв Азата Шаритова. Накрывает шагу ловушка Виталий Еремеев. Который в чемпионате 2001 года выступал за Нью-Йорк Рейнджерс. И был тогда он дублером прославленного голкипера Майка Рифтера. Но напомню, что Еремеев, вратарь сборной Казахстана, народом из Устинногорска. И занимался, кстати, в хоккейной школе своего родного города. Вместе с Набоковым и Тарасовым. Набоков, напомню, дал Киберсон Хосе. Тарасов выступает в заново Тузнецкой металлур. Афиногенов, безумный Макс, как его прозвали в национальной хоккейной лиге, сейчас организовал неплохую атаку, но не повезло. Любомиру Бартечко, Любови Шабартечко в этой ситуации. Хорошая передача, но поторопился сейчас Бартечко с отходом в зону. И, на мой взгляд, совершенно справедливо наказывается Валерием Бокаревым. После свистка бросил он по воротам. Совсем необязательный штраф, необязательное удаление со стороны 23-го номера. Вот сейчас Бокарев объясняет. Любови Шабартечко, что наказывает его дисциплинарным штрафом, проявил принципиальность главный арбитр встречи в этом эпизоде. Звено Дениса Карцева у динамовцев на площадке. Подчистил патачок Атлас Кривонцов. Выбросил Шабартечко в среднюю зону. Рылов. Среднюю зону и не сможет Шабартечко обработать. Попадает Шабартечко в спину Алику Горееву. Чем воспользовался Савченко, пошел в зону, оставил Шабартечко в подошел. Разближается с вратарем и бросает. На пути шайбы встает залпитер Юлаевцев, Сергей Николаев и бросание в зоне. Хозяев. Не было по Дворцу спорта никакого объявления по поводу дисциплинарного штрафа Лебоша Бартечко. Как ни странно, хотя бы в УГС Валерия Блокарева был очень таким узнаваемым. Улетела шайба к зрителям. Те, естественно, не спешат ее возвращать на лед, поскольку шайба для болельщиков несчастливая. Та, которая четыреста побывала сегодня в воротах их команды. Леонид Конорейкин, который в прошлом сезоне привлекался в национальную сборную России, ведет борьбу с Ушняковым. Парапухин применяет силовой прием игрока «Динамо». И делает это с нарушением правил. Оставляет вторую команду. Бывается в меньшинстве. Удален парадок и результатов всех соперников на борт Владимир Крикунов. Доверил место на площадке первому звену, звену Алексея Чупина, который потерял шлем и быстренько его. Нет, вы знаете, он никак не одевает. Но вот, если Валерий Бокарев не видит этого, видимо, значит последовало бы удаление за нарушение экипировки. Вот сейчас только Бокарев остановил игру. И будет Чупин отдыхать две минуты. Уравнялись таким образом составы у нас. По четыре полевых игрока. У Динамовцев на льду Овечкин, Трощинский, Марков и Роса. Ох, какой момент! Ну что, поздравление принимает Александр Овечкин. Счастливым оказался для него Удинский лед. Напомню, что именно здесь, два года назад, он отличился впервые в Суперлиге. Забросил свою первую шайбу. Ну и в этом матче тоже отметился голом. Выиграл вбрасывание, тут же пошел вперед и бросилось под защитника. И снова Сергей Николаев не смог выручить свою команду. Но можно сказать, что Овечкин практически решил исход поединка. Очень мало времени остается в распоряжении команды Рафаэла Ишматова. Отыграть три шайбы будет крайне сложно при такой вот игре. Дидам входит в зону. Нагенов. Попадает шайб в пилшку того-то из игроков Салавата Ивайла. Овечкин пятый раз отличился в этом сезоне. Можно играть. Кустов. И опор с трибунцов. Получил шайб, он уже в средней зоне. Никулин. Афиногенов на льду. Поднимает вверху руку Валерия Бокова. И за подножку удаляется, удаляется Астап Рахматуллин, шестнадцатый номер. Получая счастливое преимущество гостя. Смотрим мы повтор этого нарушения правил. Моментально отреагировал на падение Афиногенова Бокарев. Три игрока Салавата Ивайлаева на льду. Канарейкин, Зюзин, Гореев. Вышиткевич, Рылов, Кудашов и Савченков на площадке у Динамовцев. Кудашов. Вдоль борта посылал шайбу его партнер. Через десять секунд уравняются составы. Закончится штраф Таратухина. У нас сейчас Рылов входит в зону по левому флангу атаки. Кудашов. Жестко его встречает Андрей Зюзин. Приславится силовыми единоборствами. Савченков на защитника. Найду появился Алексей Чупинов. Сейчас мог он отличиться. Пять на четыре играют команды. Преимущество численное у Динамовцев. И еще сорок пять секунд отдыхать, с которых Матулина Чупин. Пас на пятачок. Поднимал шайбу Алексей Кудашов. Но слишком высоко это сделал. И прилетела она выше Юлаевских ворот. Рылов. В дальней дистанции. И не дали сейчас Кудашову добить шайбу. Три минуты. До конца третьего периода. И, наверное, уже до конца этого матча. Все-таки динамовцы окончательно склоняли. Точнее, склоняют чашу весов в свою пользу. Вот сейчас Старохворот Юлаевцев выручил. Намертво зафиксировал шайбу в ловушке. После броска Алексея Кудашенко. Брасывание в зоне хозяев. Надо сказать, что Владимир Крикунов, придя в клуб, в московское «Динамо» сменил он на этом пасе. Зонатого гуляли Динова, в полном составе Юлаевца. Так вот сразу пояснил, что желает переменщики рекоманды. Хочет сделать ставку на... И снова не попадает шайбовский в ловушке. Сделать ставку на более дерзкую, агрессивную игру в атаке. И пока это получается у его подопечных. Но вообще, на примере предыдущих матчей и этих, можно сказать, что... Что-то бросается в глаза, что столичные кистики не так часто, как раньше при Галилядинове входят в зону старым способом. То есть через бросок, через вброс шайбы. Теперь стараются они разыгрывать шайбу. Может быть, стало чуть меньше давления по сравнению с предыдущими годами. Толкотни, не могли порой цветы. Ну, тактически разнообразнее, надо сказать. Стал рисунок этих белых-голубых. Мимо ворот лечит шайб после броска, который Матулина. Последние две минуты этого матча, напомню, со счетом 5-2. Удаление будет у Динамовцев. Александр Овечкин будет удален на две минуты. Автор пятый шайб у Динамовцев в этой встрече. Чупин, Росса, Трощинский и Марков обороняться будут у Динамовцев. Практически до конца этого матча Динамо будет играть в меньшинстве. Но если тупинцы не смогут разыграть лишнего. Иханов, Таратухин. И снова Иханов. Уже в средней зоне. Архматуллин. Последняя минута третьего периода. Не смог Марков принести шайбу. Кибенцов. А там нет никого из партнеров. Не поехал на давнюю штангу защитник. А теперь часто это наблюдается в действиях паукинской команды. При розыгрыше большинства. Ну что, доигрывает. Доигрывают команды этот матч. Еще раз напомню о том, кто же отличился в сегодняшней встрече. Посмотрим только за этой атакой. Акиногенов. И тупинцы. Они идут вперед. Акимов. Так вот. Вот такая атака сейчас получилась. Хозяев Олег Дареев. Мог забросить третью шайбу. Чуть сотрять и разрешить. Итак, Вышиткевич. Дважды Роса, Чупин и Овечкин. Авторы заброшенных шайб динамовцев. У хозяев отличились Таратухин и Хлыстов. Ну что же, 5-2. Динамовцы были сегодня сильнее. Набирают подопечные Владимира Крикунова 44 очка. И становятся единоличными лидерами чемпионата России. Юфимцы по-прежнему с 20 очками занимают 13-е место. Следите за переметиями этого поединка, который закончился со счетом 5-2 в пользу Динамо. Вам сегодня помогали Башкирское спектриковое телевидение и телеканал «Спорт». Режиссер трансляции Фердаус Харисова, Ваш комментатор Олег Власов. Спасибо, что были с нами. Спасибо за внимание и до следующих встреч.